Приветствую вас. По первому впечатлению, ваш вопрос, он, знаете, очень такой, урывистый. То есть, складывается ощущение, что, знаете как, складывается ощущение, что вы нам даете часть некой такой информации о себе. Именно часть, которая является лишь только пазлом, причем частичкой пазла из общей картины. А общей картины мы не видим. То есть, смотрите, вы пишете, что вам 39 лет. Вы пишете, что хотели найти себе девушку. Целью был пока что просто секс. Привили массу свиданий и в итоге все девушки сказали вам, что я не такая и так далее. А что если теперь так будет всегда и у меня секс будет только за деньги? Как-то вот здесь не очень понятно. Вы пишете, что вы искали себе девушку изначально для секса? Вы именно так, судя по всему, знакомились с партнершами? Если я правильно вас понял, вы именно так знакомились со своими партнершами. В итоге, если я правильно вас понял, девушки осознавая, что вы хотите от них чего-то больше, если я правильно вас понял, отсеивались. Так проблема в том, опять же, по моему мнению, проблема в том, что вы изначально себе какую цель ставили? Вы изначально себе цель познакомиться с девушкой для секса. И вы с этой целью, как я понял, вроде бы как справились. То есть, если вы хотели бы познакомиться с девушкой не для секса, то познакомиться нужно было как бы немножечко в другом месте. Почему вы именно это место выбрали? Вот чего вы не написали в своем сообщении. С чем связано то, что вы нам сейчас пишите, что целью был просто секс? Секс вы вроде как получили, если я правильно вас понял. А вам теперь это вроде бы как не по душе, вы хотели оказываться чего-то другого. То есть, вот здесь вот наблюдается явное противоречие, которое необходимо вам так-то прояснить. Потому что не очень понятно. Не очень. Это по поводу вот непосредственно того, что вы пишете. Значит. По поводу как бы всей ситуации в целом. То, что вы пишете. Далее. Значит. Как обрести уверенность в себе после ряда неудач в личной жизни? Ну, вы знаете, если вы знакомились с девочками для секса, они поняли. Вот если мое положение их вернуло, если вы знакомились с девочками для секса, и они отсеялись все, то дело не в вас. Просто у них ведь тоже была цель, наверное, просто провести с вами время, просто как бы, не знаю, встретиться раз или два и все. Уверен, что для них стало неожиданностью, если, еще раз повторю, если я правильно вас понял, для них стало неожиданностью то, что вы, оказывается, ожидали от них чего-то другого. И потому они отсеялись. Они вам сказали, я не такая. То есть, они поняли, что вы ожидаете от них чего-то больше. Так весь вопрос заключается в том, если вы ожидаете от них, если вы ожидали от них чего-то больше, так почему вы со своими ожиданиями отправились вот на это место, я имею в виду вот туда, где вы и знакомились. Почему вы не знакомились в другом месте для более серьезных отношений, не очень понятно. То есть, проблема у вас, а вы действительно нигде не костячивали, вы действительно ни в чем не виноваты. Вы действительно поступали правильно и были идеальны. Просто вы не в том месте искали женщину, судя по тому, что вы написали. И если так, то все, что вам нужно сделать, это, ну вот, во-первых, определить, если вы хотите себе женщину для серьезных отношений, если вы хотите не только секс с девушкой, но и что-то еще, ну так тогда и место нужно выбирать другое. Не то, что вы выбирали до этого, а другое место. Место, например, вашей деятельности, место, где не выставляется на первый план именно знакомство. Понимаете? Вам нужно с девушками знакомиться, если вы хотите этого. Вам нужно знакомиться с ними там, где на первом месте выступают все-таки, знаете, какие-то другие виды деятельности. Вот это будет правильно. А то, что сделали вы, кажется мне не совсем верным. То есть, ну вот, девушки явно посчитали, что они для вас не достаточно хорошие. Далее, значит, вы пишите, что, а что если теперь у меня всегда будет секс за деньги? Вам можно ли при этом хорошо себя чувствовать? Ну, вы знаете, хорошо себя чувствовать, это очень, на мой взгляд, расплывчатое понятие. Что значит хорошо себя чувствовать? Что вы сами вкладываете в это понятие? Что оно, это понятие для вас значит? Что есть хорошо себя чувствовать для вас? Вот не очень понятно. Вопрос действительно связан больше с моралью. То есть, для кого-то секс за деньги вполне приемлем, а для кого-то нет. И если вы чувствуете, что все хорошо, если вы чувствуете, что вас устраивает, если вам большего ничего не нужно, вы же не просто так. Знакомили с девочками изначально для секса. Ведь не просто так это делать. Значит, вам это было интересно? Если для вас это приемлемо, почему нет? Все более чем нормально, все более чем естественно и с вас устраивает. Далее, вы пишите, значит, сейчас на меня повалится масса ответов, что нужна одна единственная, что если... А что если я ее не найду? Или найду в 60, а пока 39. То есть, вы боитесь не найти девушку. Вы боитесь, что не найдете девушку. А для чего вам тогда вообще девушка? Какие у вас ожидания? А для чего вам она? Почему вы так хотите ее найти? Знаете, мы, конечно, не можем вам гарантировать, что вы найдете девушку. Мы вам не сможем дать какие-то рекомендации для того, чтобы вы взяли пошли и нашли девушку, безусловно. Но что она по-вашему, вот именно по-вашему, должна вам дать? Видите ли, девушка, ну вообще вот, любой человек, не должны, в принципе, вам что-либо. Они не должны вам, там, знаете, что-то давать, они не должны вам что-то предоставлять. Они люди. Они, понимаете, такие же люди. И если вы именчально вкладываете какое-то ожидание, какие-то желания, что-то хотите получить от девушки, то, простите, это может для вас довольно негативно кончиться. Потому что ожидания могут не совпадать с тем, чего вы, ну, желаете, например. Вот как это случилось в вашей ситуации. Понимаете? То есть определите для себя, чего вы хотите от девушки получить. Разгрузите, по-другому еще можно сказать, да? Разгрузите значение для себя девушки. Сделайте так, чтобы она меньше для вас значила. Это будет правильно. Для вас это будет правильно. Для вас это будет моментом, чтобы вы могли как-то для себя пересмотреть свои взгляды и свое поведение тоже. Далее, ну, вы знаете, предлагать вам искать одну единственную я бы не стал, потому что это явно было бы неправильно. То есть я не думаю, что это хорошая идея. Предлагаю вам искать одну единственную. Вам нужно над собой поработать, над своими ожиданиями, над своими желаниями. Над тем, чтобы скоррелировать, привести в общую гармонию, как бы, то, чего вы хотите, то, что вам нужно и то, чего вы ждете от девушки. Потому что пока, вот даже исходя из вашего сообщения, насколько оно у вас получилось таким, знаете, ну, я бы сказал, отривистым, оно получилось у вас немножечко таким уривистым. Даже поэтому можно судить, что вы, возможно, сами, ну, не очень хорошо понимаете, что вам нужно. А если вы не очень хорошо понимаете, что вам нужно, и для чего, и как, то откуда мы это можем понимать? Теперь дальше. По поводу уверенности в себе. По поводу уверенности в себе я вам хотел бы сказать так. Поскольку мы с вами выяснили, я надеюсь, что речь идет о том, что у вас неправильно скоррелированы ожидания, и вы их хотели совсем не того, за чем начали встречаться, или, ага, встречались совсем не для того, чего хотели, то, по сути, на вашу уверенность никто и ничто не посекал. Вам нужно для себя только момент, вот этот вот, ну, уяснить, что, ну, то, что вы хотите, вы реализуете, не очень верно, верно, что, чего вы хотите, вы реализуете, на мой взгляд, не очень правильно. И вот это нужно привести в некоторую гармонию. И тогда уже подумать, есть ли у вас действительно объективно поводы для того, чтобы переживать по поводу, ну, скажем, по поводу своей уверенности в себе? Да в чем именно вы не уверены в себе? Вот тогда мне кажется, что у вас с уверенностью в себе нет никаких проблем. И я не видел именно проблемы в неуверенности в себе. Есть некая установка на то, что, может быть, деньги решают много. Да, может быть. И важно понять, чем продиктована эта установка. Возможно, имеется прочный негативный опыт у вас, связанный с тем, что у вас 39 лет, нету супруги, нету супруги, или была супруга, но вы с ней там по какой-то причине, да, расстались или разругались, и у вас появился негативный опыт. Это да, это может быть. И вот с этим, ну, можно работать с этим негативным опытом. Ну, а дальше, важно подкорректировать вашу деятельность, потому что у меня есть столько ощущений, что вы ищете не там, где вам нужно. У меня есть столько ощущений, что вы ищете не там, где, ну, действительно нужно искать. И если я прав, то это нужно корректировать, причем, корректировать уже, ну, уже вот сейчас. То есть, не тянуть с этим. Я бы не рекомендовал вам с этим затягивать, потому что все-таки, как бы, вам пора уже, я думаю, и семью заводить, и включать серьезную женщину, и вообще. Вот. Но, опять же, если вы это хотите. То есть, из вашего вопроса, непонятно даже, чего вы хотите сами. То есть, вы хотите девушку найти для отношений. Это одно. Или вы спрашиваете нас, как быть, если у вас будет только секс за деньги. То есть, тоже вот непонятно. Если второе, то это просто вопрос морально. И если для вас это приемлемо, то все в порядке. А если вы хотите найти девочку для постоянных, для серьезных отношений, то это необходима проработка и анализ ваших прошлых отношений с девочками вообще. Понимаете? И это уже работа, это выяснение, это анализ, это поиск, это, как бы, прослеживание и восстанавливание хронологии того, как у вас развивались взаимодействия с вашими партнершами. Понимаете? Вот. Это, как и сказать таки, то, что вам нужно делать. Это, как и сказать таки, то, что вам необходимо на данный момент. Вот. Я думаю, что так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы ко мне дополнительные, буду рад помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучше. Желаю вам всего самого доброго. Удачи вам. И если вдруг решите дополнить свой вопрос, пожалуйста, напишите мне в личку о том, что вы это сделали, чтобы я прочитал и, ну, может быть, тоже дополнил свой ответ вам. Всего доброго. Продолжение следует...